Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 633. Событие дня. Притча Соломона, 30 глава, 6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. За 6 сентября 2017 года. До обеда, вчера у Никиты убирали картофель на поле, которое зазло хреном. Так ролик называть все будут. Самое хреновое поле, огород. Лекарственное растение, мы не знаем, как от него избавиться. Глубоко корни пустилы, листья и в рост. Выше, ну, больше метра. Листьями обкладывать можно суставы, где болят колени. Обмотать, говорят, шарфом надо. И польза от этого будет. Ездил на поле, где Терентий Барабаш. Убирает поле. Ищет меня. Проехал с ним круг в кабине. Тоже заснял, как уж там удачно, нет. И воспользовались малым тракторенком Игоря Жабарабаша. Вывезли дрова, картошку. Ну, все, что надо. Да и размонтировал тут один стеллаж, когда-то Павел делал, чтобы сток сена был. Там пять у него на два метра, да, расширенный. И был он, как бы, на стеллаже, чтобы мыши не достали. Ну, не знаю, удалось ли или нет. Ну, все, уже он уехал давно. Сгнило разбирали. А так говорить только. А на самом деле там столько всего, этих гвоздей, скруток, железа. Ну, все сумели сделать и вывести. Вот события. Батюшка приехал в прошлый раз. В этот воскресенье. Это где-то был Иоанн Богослова храм в Барнауде. И увидел объявление, в какие дни какой фильм смотрят. И написано, смотрят «Пречувствие». А «Пречувствие» это в 1990 году режиссер Кузнецов Владимир Сергеевич поставил документальный фильм «Пречувствие». И там мы участвуем. Потеряевка тоже строится. И батюшка так удивился. Ну, бывает что-то ради критики или чего-то. Сегодня он не злободневный фильм. Но тогда он был на слуху. Буквально в Москве. Трудно было в каком метро не продавали эти пленки. Все считали, я миллионером стал. Я копейки не получил даже. Говорили. Он приехал, Кузнецов, в Югославию. Это международный конкурс был. Золотой Витязь. А уже все закончилось. Опоздали они. Документальный фильм о православии. Ну, как-то сумел сделать, чтобы посмотрели. И тогда первое место сдвинули. Второе ему отдали первое место. Главный приз получил. И батюшка-то подумал, что что-то там может быть разбор какой есть. Позвонил знакомому священнику, Вячеславу Старкову. А он говорит, нет. Дескать, нет. Это сейчас про Игнатия нигде тут плохо не говорят. То есть местный архиерей, митрополит Сергий Иванников, Московского патриархата, изменил всю обстановку и климат. Нет. До этого, когда был здесь епископ Максим Дмитриев, один священник знакомый говорит, ни одного совещания нет, чтобы вами не начали, вами не окончили. Здесь вообще нет. Вот разница какая. Я ни к Максиму претензий не имею. Просто говорю, как много значит это. Мы ничего не сделали для митрополита Сергия. Просто нормально как были, так и были. Но вся эта катавасия, поток лжи прекратился полностью. Ну, не считая там в этих клочках. Там сестру Нину Жолниру выгоняют, не допускают в храм. Сейчас Саграда выгоняют. Ну, ее, как говорится, такая планида. Молись Бога, благодари да и молчи. Раздавай Евангелие. Она звонила. Ну, я решил посмотреть. Может, по другим названиям. Причусти. Оказывается, какой-то фильм сейчас с космической связью. А, вон что. Ну, зачем им это смотреть? Не знаю фантастику. Я тогда решил посмотреть, вот, «Причусти». Оказывается, и есть этот фильм. Фильм «Причусти». 90-й год. Режиссер Кузнецов, занявший первое место в киноконкурсе документальных фильмов о православии и югославии. Приз «Золотой Витязь». Часть первая. Ну, я не буду считать. Вы сами прочитайте. Я только выделил места, где упоминается «Рассказывает Игнатий Тихонович Лапкин». Вот, я высказываю дальше. Краткое содержание. Как подробно все со снимками. Вот. Это высказывается. В интернете я нашел. Никто со мной не советовался. А вот вы о себе говорите. Зачем он мне о себе говорить-то? Ну, дела говорят, во-первых. А дальше фильм, режиссер так сделал. Я же не заказывал это. Просто тормозните вот это место, прочитайте и дальше увидите. Вот даже церковь-палатка, наша палатка. У нас взрослые дети намолеют это у нас. Ну, вот смотрите сколько. Так. 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 Слово Лапкин встречается 25 раз. То есть, говорят, фильм этот, говорит, вот он его и вытянул, значит, он еще не получил. Бог его знает. Вот, и вопрос о войне. Я ресурсы хотел показать сначала, откуда наши ресурсы. Вот, это мой мир. Очень люблю его, большой. Далее. Форум наш большой, 1600 тем. Подробнейших очень. Ну и канал, православный видеоканал. Во свете Библии. Сегодня вот пять роликов выстоял. Пчеловод Павел Шерстобитов. Сейчас 16 минут. Чтобы прослушать, это 10-44. Больше двух часов. Пяти роликов. Православный библейский сайт во свете Библии. Сегодня мне сбросили, где-то идет конкурс сайтов, чтобы я о своем дал знать. У нас 8150 видеороликов. Есть что выбрать. По плейлистам разложено, все как надо. Ну а здесь главное, это вопрос и ответы. Сейчас по войне. Про войну. Вопрос 1572, 6-й том, открытым оком. Римлянам 9,17. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Как понять это место? Может быть в том, что сейчас происходит сейчас с нашей церковью, с Россией, со всеми нами, и проявляется воля Божья, ожесточающая сердца современных параонов. Эта записка поступила, я закапливаю в университете. Ответ. Это как раз тот самый вопрос, на который нет ответа. А есть только окрик. Замолчи, не задавай вопрос. Дальше вот такие слова произносит вселенский учитель апостол Павел. Римлянам 9,19,21. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты, кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? А подумать есть над чем. Может быть, у животня дух покаяния от Кремля. Это сокрыто, но есть признаки, по которым можно судить о степени ошесточения современных параонов. Вторая пара, репоминон 25,16. Когда он говорил ему, царь отвечал, разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. И перестал, пророк, сказав, знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. Вот мой ответ. Удивляется, что два места писания, и дальше ответ-то не мой, Господень. Ну и на этом можно сегодня закончить.